всем привет еще древние трактаты рекомендовали начинать изучение лица человека непосредственно с его глаз стоит заметить что это отнюдь не случайность так как большая часть информации за счет которой человек развивается воспринимает все это идет от глаз еще с древности люди старались оберегать глаза от дурного влияния то есть от взгляда недоброжелательного человека светло кария либо ореховые глаза казалось бы темно карии и светло кария глаза отличаются немногим просто одни светлее а другие гораздо темнее а вот характер людей с такими глазами абсолютно противоположны люди со светло карийми глазами более застенчивы мечтательны и склонны к уединению и чем светлее радужка глаза тем больше проявляется человеке застенчивость нерешительность и замкнутость таких людей можно смело называть прагматиками но есть вероятность того что это делает их такими старательными и трудолюбивыми. Они никогда не подведут, поэтому на них всегда можно положиться. Особенной характерной чертой людей со светло-карими глазами можно считать стремление все делать самостоятельно. Обычно такие люди достигают больших успехов в поставленных целях. Они не любят давление со стороны. Эти люди довольно часто предаются мечтам и грезам, предпочитая их активному действию. В некоторой степени они склонны к пассивности и лени. Они также скромны и очень покладисты. Внешне можно сказать, что они мягкие, застенчивые, податливые, но в душе они могут быть довольно упрямыми и стремиться делать все только по-своему. В том случае, если они будут опираться только на себя, то они способны достичь жизни больших успехов. Им следует поучиться уверенности и решительности у темноглазых, тогда у них все получится. Также астрологи говорят, что обладатели светло-карих глаз – это смесь энергии Солнца и Венеры, довольно впечатлительны, влюбчивы и нежны, и могут очень сильно переживать нанесенную им обиду, даже тогда, когда окружающим это будет совсем незаметно.